добрый день добрый солнечный день вот время заготавливать чай кто-нибудь заготавливает чай в лесу комары конечно тут задолбали вот но мы приехали заготавливать иван чай вот он иван чай и вот все вот все это и листики все даже цветочки все собираем вот эти все цветочки сейчас самое время собирать иван-чай вот он комары просто комары зажирали блин тут целые заросли этого иван-чая потом будет зимой вкуснейший вкуснейший чай вот так вот счищаешь вот эти стволы вот они счищенные стволы и вот так вот быстренько собираешь вот он чай будущий сейчас я тут вот эту всю опушечку соберу так собрали иван-чай в лесу в экологически чистом районе и вот очередной этап производства чая вот таким образом старая добрая мясорубка ручная вот наволочка чая листа и вот получается у нас вот такая вот кашица вот такая кашица выходит такие гранулы зеленые это для ферментации но эта ферментация еще будет позже сейчас мы прокрутим чай да, такую большую наволочку за два раза придется перерабатывать но зато потом вкуснейший будет зимой чай иван-чай что вот мы половину наволочки вот она половина и скрутили зеленью вот стеклянную банку слегка утрамбовывая не сильно слегка наполнили вот слегка так утрамбовали ложечкой чуть-чуть и закрыли для ферментации и вот у нас будет ферментироваться два-три дня происходить ферментация там выделяется сок но не больше двух-трех дней то она у вас закиснет покроется плесенью это уже плохо через два-три дня вот эту вот субстанцию зеленую нужно будет сушить закрываем крышкой и ставим в темное место вот закрываем и ставим в темное место комнатной температуры на два-три дня заключительный этап вот у нас вот эта зеленая масса иван-чая двое суток простояла в темном месте главное смотреть чтобы она не закисла вот вываливаем ее на противень разравниваем ровным слоем так вот ровненьким слоем закладываем сначала такой зеленый силос я его разложил и в духовку вот так вот в духовку на небольшую температуру градусов 100 она должна медленно медленно высохнуть и чай превратится в черный в черный вкусный иван-чай что получится я потом вам покажу проверяем проверяем смотрите чернеет уже чай чернеет видите черный чай становится надо его помешивать снизу зеленый запах уже пошел чая так и так так Перемешали. Так, не могу взять. И дальше сушится. И вот в итоге, где-то прошло 3-4 часа медленной сушки в духовке. У нас, кстати, электрическая духовка. На газу не знаю. Но тоже, в принципе, можно, если газ не сильно сделать. Вот после 4 часов, вот получаются такие гранулы. Фактически черного цвета. Засыпайте для хранения в керамические банки или в металлические. Я засыпал частично в металлическую банку. И наслаждайтесь вкусом Иван-чая. Он же Кипрей. Зимой, в холодные зимние вечера, приятно заварить и испить Иван-чая. Всем спасибо.